Друзья, всем привет! В этом выпуске я хочу вам рассказать, почему так долго не было продолжения на вот этого замечательного красавца. Как вы помните, 4 месяца назад я снимал сборку на базе процессора MDK6 3 Plus с тактовой частотой 450 МГц. Там трудилась плата от Accord 5ALE61, но в связи с тем, что что-то там конфликтовалось с этим процессором, у меня даже операционка не устанавливалась в Windows 98. Я все-таки решил подождать, когда я уже наконец найду мою мечту, плату Gigabyte GA5AA, либо же ее альтернативу Asus V5AB. И сегодня, наконец-то, все сдвинулось с мертвой точки. Больше двух лет я за ней охотился, друзья. Но я же еще тот охотник. То пропущу, то протуплю, то из-под носа у меня прямо ее уведут. Мало того, ведь она должна быть еще не выше ревизии 1.04, потому что начиная с 1.05, из-за аппаратной проблемы самой платы, процессор MDK6 3 Plus работает крайне медленно. В этом еще была загвоздка. Да, материнка, конечно, очень крутая, прям топовая. Я вообще не уверен, что кто-то делал лучше в абсолютном плане, ну, за исключением альтернативы от Gigabyte. Посмотрите на нее, это малышка SuperSocket 7, форм-фактора AT, прям красотка, прям красотка. Это когда вытягивали последние соки с разъема Socket 7, чтобы получить максимально нафаршированную плату. Это такая верклокерская плата, очень мне нравится, и я вообще счастливый прям обладатель, особенно ревизии 1.04, то есть беспроблемной. На этой плате распаян разъем под клавиатуру DIN 5, два компорта, параллельный порт, три слота под оперативную память DIMA SDRAM 168 ног, питание двойное, AT+, ATX, топовый чипсет от Alialatin, 2ID, флопик. USB-мир отдельная тема, по умолчанию у меня комплектовалась эта плата вот с такой колодкой, с разъемом PS пополам, но вообще моя мечта, конечно, приобрести. Есть такая плата выноска с полным распаян, там два USB, PS пополам для мыши, инфракрасный порт, прям моя мечта, готов купить, если у кого-то есть, предлагайте. Сокет 7, батарея 2032 стандартная, один слот IGP, 3 PCI, 2 ISA, 1 ISA PCI перекрывается. Это авардовский BIOS, разъемы под вентиляторы, здесь, кстати, их три под CPU, под процессор и под системные вентиляторики, их здесь два. Были версии этих материнских плат с аудиокодеком на борту, как раз вот здесь они располагаются, и гребенка под выноски уже звуков AUX и так далее. Питание топовое на материнской плате и отвечают вот эти перемычки от вид 0 до вид 3. Шина у нас FS0 до FS3, множитель BF0, BF2. Я считаю, что очень удобно и правильно, когда производитель маркирует там шину, множитель и напряжение для процессора на самой материнской плате, потому что если сейчас мы можем там залезть в интернет и все это быстренько посмотреть, то тогда, я вам хочу сказать, это было прям большой-большой проблемой, если у вас не было бумажек к материнской плате. В комплекте с этой материнской платой мне достался топовый процессор Intel Pentium 233 MMX, и с помощью него мы сейчас посмотрим текущую версию BIOS. И вообще я не думаю, что кто-то здесь обновлял прошивки, и, конечно же, очень интересно, запустит ли эта плата из коробки K6 3+, с тактовой частотой 450 МГц. Смотрим, Asus P5AB, ревизия 1005, датирована от 17 декабря 1998 года, и все запустилось, это уже хорошо, по крайней мере, материнская плата работает. Ну и давайте посмотрим, запустит ли она в таком состоянии, и, вернее, правильно идентифицирует процессор. Запустить-то может и запустит, но вот как насчет правильного отображения. И вот настал момент истины. Я, конечно, понимаю, что чудес не бывает. Этот процессор датирован от апреля 2000 года, а прошивка 1998 года, по большому счету, по всем признакам, материнка его знать не должна. Но, мало ли. Значит, нам надо выбрать шину. Шина у нас 100, FS0 1.2, FS1 1.2, FS2 1.2, FS3 2.3. За множитель отвечает перемычки BF0, BF1, BF2, и все, нам надо поставить на 2.3, согласно кратности 4.5. И нам осталось закрыть вопрос по питанию для этого процессора. Ставим 2 вольта, согласно спецификации. По перемычкам это 1.2, 1.2, 1.2, 1.2. Ну что, запускаем. Отлично. Ну да, ожидаемо. Идентифицировать правильно материнка процессора не смогла. Ну, по крайней мере, его запустила. Давайте обновлять BIOS. Для прошивки BIOS беру новую дискету. Форматирую ее с ключом S. На этой системной дискете я добавил два файла, сам патчер и прошивку для BIOS. И загружаю, соответственно, с нее. На дискете у нас загрузочные файлы, патчер и прошивка. Запускаем сам патчер. Здесь очень важно подчеркнуть, что не каждый патчер правильно сможет идентифицировать вашу флеш-мемори. Я перебрал их три, прежде чем нашел, чтобы все это корректно заработало. Здесь мы видим версию, текущую версию BIOS, прошивку, дату. Я предпочитаю, конечно же, сохранить. Old bin. Сохранить текущую версию BIOS. Не дай бог что. BIOS сохранен. И обновляем. P5. AP.bin Вы уверены? Он спрашивает. Нажимаем «Да». Нет, не желаем. Перезагружаем компьютер. Пожалуйста. Beta 005. Как вы видите, надо полный резет ему сделать через замкнутые контакты. AMDK 6.3. 450. BIOS обновился. 2002 год. Что нам и требовалось. Ну что ж, друзья, наш сегодняшний выпуск подходит к концу. На сегодня я сделал все, что хотел. Самое главное, что материнская плата запускается. Мы ей обновили BIOS. На место АКОРПа она отправится в этот замечательный системный блок. И уже в одном из ближайших выпусков я сделаю, наконец-таки, тесты с играми, которые я хотел сделать еще 4 месяца назад. На сегодня все. Ставим материнке пальцы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok